МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. В студии работает сама Цикенов. И в начале выпуска коротко о главных событиях. В семье будет разработана комплексная программа «Чистый город». Ее цель – улучшение санитарного состояния и внешнего облика города. Частные дома в районе Затонской части города топят подземные воды. На данный момент специалисты занимаются расчисткой воды от водных арыков. С начала года в семье за незаконное распространение религиозной атрибутики оштрафовано 10 человек. В городе проводятся мероприятия, направленные на повышение религиозной грамотности предпринимателей. В семейском филиале партии Нур-Утан состоялся круглый стол на тему «Женский взгляд на судьбоносное время, историческое трансформации сознания казахстанцев, опыт, мнение, позиция женщин». В его работе принимали участие депутаты городского и областного маслехатов, а также женщины, работающие в государственных органах, средствах массовой информации, а также общественных организациях и бизнес-структурах. Целью круглого стола, в работе которого принимали участие самые активные женщины семьи, является реализация задач, поставленных государством перед обществом, а также выявление существующих проблем и их последующие решения. На встрече присутствовали представители городского филиала партии Нур-Утан, ассоциации деловых женщин Восточно-Казахстанской области и депутаты городского маслехата. В ходе встречи они затронули вопросы, обозначенные в послании президента. «Очень много сейчас складывается средств, очень много новых технологий, прекрасно написаны все послания, планы, то есть вот структура очень правильная. Но на местах очень часто бывают риски, барьеры, иногда неправильное структурирование вот именно того стандарта, алгоритма, который должен происходить до шагов планации. Все это делается для того, чтобы повысить социальное доверие населения к представительной, исполнительной власти». Повестка дня включала в себя вопросы институционального развития региона и обсуждения социальных реформ в контексте государственных программ. Во время заседания участницы мероприятия рассказали о роли женщин в реализации плана нации «100 конкретных шагов», «5 социальных инициатив» и основных положений недавно опубликованной статьи президента «Семь граней великой степи». «Я составила в этом году новый трудовой договор, и каждому, кто, смотря кто как пропускает, часто ли он болеет, в общем, все, все учла, и кому можно, добавила 10-15. Хотя у меня таких сильных заказов, как, например, в прошлом году у меня не было, но я надеюсь, что оно будет, и я, тем не менее, выполнила, потому что это моя гражданская ответственность, это моя гражданская позиция». «Мы пригласили директоров туристических агентств, которые скажут так же, как нам разработать какие-то, может быть, интересные маршруты для развития внутреннего туризма. Мы давайте начнем с наших жителей, чтобы наши жители знали все сакральные места, наши жители знали историю нашего края, региона, а потом уже мы можем что предложить уже для тех, кто к нам хочет приехать и посетить наш край, и увидеть, ознакомиться с историей нашего края». В ходе круглого стола специально приглашенные представители банков ознакомили присутствующих с реализацией программы «Нурлыжер» и программы «7-20-25», которая ориентирована на строительство доступного жилья. В свою очередь медицинские работники затронули приоритеты, обозначенные в очередном послании главы государства. В завершении мероприятия была принята соответствующая резолюция по итогам круглого стола. Сама Цикенов, Ярнур Калелов, телеканал «Семей». В «Семей» формируется состав комиссии, которая займется разработкой программы «Чистый город». Напомним, что ранее одноименный план, представленный отделом ЖКХ и жилищной инспекции, не раз выносился на сессии городского маслехата в течение прошлого года, но каждый раз отправлялся на доработку. Теперь же по настоянию депутатов, для решения санитарного состояния семьи и улучшения его облика будет разработана целая комплексная программа. Отделом ЖКХ и жилищной инспекции совместно с самостоятельными отделами Акимата был разработан план по благоустройству города «Чистый город», рассчитанный на 2019-2020 годы. В данный план были включены мероприятия по санитарному состоянию города, озеленению и благоустройству, обеспечению безопасного дорожного движения, улучшению архитектурного облика города, освещению и ряду других пунктов. Однако за весь прошлый год он так и не был утвержден. Мы разрабатывали определенный план мероприятий. Действительно выносились не один раз на сессию маслехата данный план, но депутаты предлагали то один вариант. В одном варианте мы не проработали некоторые мероприятия. То есть, предположим, дреналливудную канализацию. Там некоторый ремонт дорог в некоторых моментах мы не предусматривали эти вопросы. После того, как план был все же доработан, его вновь не утвердили. На этот раз скруплезные депутаты посчитали план недостаточным для комплексного решения важных для города вопросов. По мнению депутатского корпуса, в плане были перечислены работы, которые и так ежегодно проводятся. Городу же в этом вопросе требуется системность, полноценная программа, целая стратегия по благоустройству. С этой целью на одной из последних сессий маслехата депутатский корпус предложил вместо плана разработать программу «Чистый город». В настоящее время готовится комиссия из числа представителей местных исполнительных органов, представителей общественных организаций. По подготовке данной программы будут подключены научные институты, потому что действительно эта программа – это целый комплекс мероприятий. В эту программу, в эту комиссию мы планируем включить и представителей отдела экологии по вопросу утилизации отходов, экологического состояния нашего города, состояние почв, воздуха в этом вопросе. Между тем, город остро нуждается в выполнении конкретных системных работ. Напомним, что Новый год в семье начался с мусорного коллапса. И это лишь часть проблем, касающихся жизнедеятельности города, и которые планируется решить в рамках будущей программы. Сроки ее реализации туманны, вопрос, рассмотрение которого началось еще в прошлом году, вновь откладывается на неопределенный срок. Сауля Байгалиева, Юр Нуркалелов, телеканал «Семей». Продолжаем выпуск. Подземные воды в районе улицы Ключевой выходят наружу и затапливают дворы частных домов. На данный момент вода достигла фундамента одного из домостроений. Жители улицы обеспокоены быстрым подъемом уровня воды и боятся, что их жилье будет подтоплено. 8 лет назад здесь произошла аналогичная ситуация, в результате которой один из частных домов был разрушен. Надо сказать, что улица расположена в болотистой местности, где весной и летом бьют ключи. В этом году их русло обледенели. Сейчас специалисты занимаются расчисткой арыков. Пока их работа не будет завершена, заместитель Акима города будет держать ситуацию под личным контролем. 8-9 лет назад уже была аналогичная ситуация. Тогда вода зашла внутрь дома и он разрушился. Вот сейчас мы построили новый дом и ситуация вновь повторяется. Будет промыта водопропускная труба и вода будет сброшена. Мы с вами видим, что место находится камышовое для сбора воды. Данная местность всегда имела зону затопления, подтопления. И мы сегодня видим действительно здесь строение, в основном самозахват. С 15 января в стране начинается проведение единого национального тестирования на платной основе. Министерство образования и науки объявило, что единое национальное тестирование будет проходить до 20 января. Напомним, что государственный образовательный конкурс проводится 4 раза в год. Следующий платный тест состоится в марте. В дополнение к зимним и весенним экзаменам министерство проведет еще два тестирования. Стоимость платного ЕНТ составляет 2242 тенге. По информации представителей Министерства образования, платное тестирование, проводимое в январе, марте и августе, позволит желающим поступать в высшие учебные заведения. Если же тестирование будет пройдено в июне, то заявители смогут подать заявку в грантовый отдел. В этом году формат тестирования остается прежним, то есть необходимо сдать экзамены по трем обязательным предметам – истории Казахстана, математики и грамотности чтения, а также экзамены по двум профильным дисциплинам. Ожидается, что в этом году в семье в платном едином национальном тестировании примет участие 151 человек. Из них 87 учеников старших классов городских и пригородных населенных пунктов. Остальные – выпускники школ прошлого года. Может подготовиться дальше, еще проверить свои знания в марте, в конце марта. Затем он будет сдавать в основном, то есть в июне и в июле, когда все выпускники сдают, чтобы завоевать образовательный грант. А затем в конце августа, в августе тоже может четвертый раз сдать. Здесь тоже на платной основе. Только вот сдача ЭНТа в июне по июле, она будет только претендентна, только могут выпускники наши претендовать на образовательный грант. Как мы сообщали ранее, в течение 2019 года будет осуществлен полный переход на применение контрольно-кассовых машин с онлайн-передачей данных. Но предприниматели 669 сел Восточно-Казахстанской области не смогут использовать онлайн-кассовые аппараты. Об этом проинформировали в Управлении разъяснительной работы Департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области. Напомним, что нововведение предусматривает поквартальное. В течение года расширения видов деятельности, при осуществлении которых налогоплательщики применяют онлайн-контрольно-кассовые машины, перечень видов деятельности будет увеличиваться поэтапно. С 1 апреля текущего года он дополнится 323 видами деятельности. С 1 июля перечень увеличится на 86 видов и с 1 октября на 224 вида деятельности. При этом представители фискальных органов отмечают, что требование по применению онлайн-контрольно-кассовых машин не распространяется на налогоплательщиков, осуществляющих свою деятельность на территориях, где отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования. На сегодняшний день в нашей области насчитывается 669 таких административно-территориальных единиц. К другим темам. Сегодня утром на пересечении улиц Джангильдина и Красный Пильщик в районе Горбатого моста произошло ДТП с участием автокрана и легкового автомобиля марки Volkswagen Passat. По предварительной информации, водитель автокрана китайского производства грузоподъемностью 25 тонн, выезжая со второстепенной проезжей части, не уступил дорогу легковой машине. Тем самым он нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение. Владелец легкового автомобиля, не ожидавший такого маневра, попытался избежать аварии, но из-за гололеда не успел вовремя затормозить и врезался в автокран. Надо сказать, что проезжая часть в районе Горбатого моста имеет характерный подъем и, как правило, такие места должны посыпаться инертными материалами. Но данные виды работ здесь не проводились. Отметим, что в происшествии никто не пострадал. Незаконная реализация предметов религиозного значения, литературы и атрибутики влечет за собой ответственность согласно законодательству страны. В 2018 году в семье были оштрафованы 10 человек. Во избежание подобных фактов в городе проводятся профилактические мероприятия, направленные на повышение религиозной и правовой грамотности предпринимателей. Местом для профилактических бесед на этот раз стали торговые дома. По словам специалистов сектора по связям с религиозными объединениями, в торговых домах большое скопление людей, поэтому информационно-профилактические беседы начались именно с этих объектов. Цель – объяснить предпринимателям и горожанам, как различать основу деструктивной религиозной идеологии. Кроме того, были подняты вопросы о фактах нарушения закона Республики Казахстан, о религиозной деятельности и религиозных объединениях. Гражданам разъяснили, какую ответственность влечет распространение материалов религиозного характера и продажа религиозной атрибутики. Люди слушают, людям интересно, многие люди даже и не знают о многих законах, за что могут повлечь ответственность, слушают внимательно. Также разъясняем людям, что незнание закона не освобождает от ответственности. Наши встречи, они не напрасны, потому что люди потом уже, чтобы продавать религиозную атрибутику, уже обращаются в соответствующие органы, чтобы запатентовать себя. Напомню, что за незаконную реализацию предметов религиозного значения, литературы и атрибутики налагается штраф в размере 50-месячных расчетных показателей для физических лиц и 200-месячных расчетных показателей для юридических лиц с приостановлением деятельности на три месяца. С начала года в нашем городе были оштрафованы уже 10 человек. Как отмечают сами предприниматели, они не всегда успевают узнать о том, что вносятся изменения и поправки в законодательство, поэтому такие информационные встречи необходимы. Берем когда товары, мы перекупаем где-то, в Алмате, там еще где-то. То есть эти люди, которые перепродают, не сообщают, что это запрещено где-то. Вот это правильно, да, я считаю, что это правильно, что нужно конкретно до каждого доходить и вот так разъяснять. Да, конечно, такая работа проводится, регулярно проводится, и предприниматели относятся к этому очень даже положительно. Такую работу надо обязательно проводить, это очень актуально. Во время встреч горожанам раздали информационные буклеты. Отметим, что такие профилактические беседы проводятся на постоянной основе. Кроме того, специалисты проводят встречи с коллективами предприятий и учреждений города. Бакатгуль Казец, Ельжан Макзумов, Телеканал Семей. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова